меня вопрос как семьи индов можем вместе создать бизнес чтобы приносил прибыль всем нам и в дальнейшем каждому родившийся ребенок из семьи индов можем только нам придется это все интегрировать вот смотрите как это будет выглядеть допустим у нас допустим в семье индов на сегодняшний день есть допустим 10 тысяч человек я нахожу допустим товар который может очень хорошо продаваться и заставляют их 10000 человек шить сумки дома и эти сумки начинаю продавать или предлагать или там делать пуговицы или делать сумки или там еще что-то скажите вы захотите этим бизнесом заниматься также должны будут быть люди которые должны этим всем управлять также должны быть люди которые будут там еще что-то делать кто-то не захочет делать сумки кто-то захочет еще что-то именно поэтому объединить чтобы это приносило всем прибыль очень сложно потому что один человек управление с другой человек умеет шить сумки третий человек не хочет шить сумки но он плохой управленец вообще мечтатель не умеет ничего делать но обязательно хочет управлять вот у меня было сегодня разговор с человеком человек говорит я разбираюсь что такое продавайте там таргетированная реклама я задаю вопрос скажите мне при выборе при выборе аудитории допустим вот я хочу продавать допустим я хочу продавать допустим препарат улучшающий память скажите мне какую аудиторию выбрать но это должны быть женщины это должны быть хорошо а какие их интересы но это должны так интересы какие причем тут это должны быть женщины с моего региона я этой сам знаю интересы какие какие интересы у них кто они это айти специалисты это женщины с детьми или без детей в чем их интересы кто эти люди вот если был бы человек специалистом мог бы мне ответил причем дал бы этом из каких-то там своих выводов сейчас вы понимаете появилось огромное количество людей которые говорят у меня можно научиться и дальше самое простое делать рекламу facebook или делать рекламу в инстаграме но я вам хочу сказать что это очень сложная работа почему дело в том что для того чтобы ее сделать вы должны уметь очень много в чем разбираться второе просто делать не неся никакой ответственности это тоже неинтересно потому что человек который допустим у меня есть такой человек он живет в одессе и он умеет делать продажи через сети который называется инстаграм у него хорошо получается я решил к нему обратиться и говорю ты бы мог мне помочь там настроить и так далее он говорит андрей андреевич количество работы которая у меня есть зашкаливает и мне новая не нужна к сожалению при всем уважении к вам не могу вас взять к себе на работу потому что количество заказчиков которые ну и не уж заказчиков не нужны то что он выявляет товар который необходим сейчас рынку покупает там часы какие-то создают такую рекламу и и продвигают и делают одностраничные лендинги и продают то что необходимо у него есть там 20-30 наименований стабильно продающегося товара за счет которого он зарабатывает свои там 7-10 тысяч долларов в месяц это такая особенность а мы начинаем на это попадаться то есть там придумал себе какой-нибудь вася что он является специалистом что он научит кого-нибудь за деньги сам при этом ничего не умеет при этом внушает людям что они теперь умеет идите вкладывайте деньги люди вкладывают деньги у них не продаю ничего не продается у них нет ни одной продажи после этого так а смысл брать человека который сам по себе ничего своего не продал я понимаю себе человек сказал я там уже на протяжении трех лет продаю даже там просто дождь бутылках закупоренный сегодня разговаривал с человеком одним его зовут антон антон кстати привет ты наверно смотришь и он говорит я занимаюсь уже три или четыре года водой знаете как им тяжело это вода доставалась это вид вода с высоким содержанием кремния она действительно очень популярная бы могла быть в за границей я ему говорю он говорит то там знаешь сколько мы вложили заплатили добыли поставили эту штуку которая этому укупоривает эту воду этикетки и там и так далее и вот когда он это все брал он приехал ко мне говорит хочешь быть моим партнером я ему говорю нет он говорит почему потому что этой водой занимается огромное количество компаний и огромная сумасшедшая конкуренция и для того чтобы эта вода продавалась необходимо купить машины в каждом городе открыть склад туда поставить этих и ревизоров и складских и одного человека поставить который будет маркетингом заниматься и людей которые логистикой куда кому ехать чтобы занимался учетчика при этом еще и какие-то проценты придумать и начинать развозить и он говорит ну так и что мы займемся для того чтобы накрыть только город киев я посчитал необходимо было в год затратить от 300 до 500 тысяч долларов для того чтобы и если эти деньги потратить то в конце за пол за год доход будет от этой воды но приблизительно 50 приблизительно 50 тире этом считал до 100 тысяч долларов в год таким образом по 10 тысяч год если вложить 500 тысяч на раскрутку и содержать такое количество людей платить все аренды и так далее то доход будет по 10000 долларов каждый месяц эти 10000 долларов поделить на меня и этого человека еще одного партнера получится по 3000 долларов ну и не интересно получается потому что 500 тысяч ты вложишь а потом будешь каждый месяц по 3000 конечно она будет с годами продаваться на следующий год она продавца уже не на 50 тысяч там она 70 а еще через год не на 70 она 100 через 10 лет это будет уже там может быть и пол миллиона долларов если она действительно будет нравится и так далее а так вообще это очень дешевый продукт дешевые продукты тяжело продавать